На ваших экранах программа «Культ в туризм». Меня зовут Юлия Матвеева. Предлагаю отправиться в экскурсию по культурному Курску. Культ в туризм. Вы никогда и нигде не увидите ее крупного плана. Поэтому, когда я говорю о шляпе, головной убор, между прочим, так не носят, по всем законам киноискусства должна была быть обратная точка. Она есть, очень хорошая. Она вырезала. А головной убор, между прочим, так не носят. Нет крупного плана, а фразу больше полувека декламируют девчата нескольких поколений. Да и сама экранная Анфиса по сей день воплощение женственности и страсти. А ведь дружинину из фильма и вовсе хотели убрать. Слишком красивая. Не мог герой Рыбникова уйти от такой кто-се. Выручил худрук. Она сказала, не трогай дружину. Оставь. Она все сыграла. Вырежи все ее крупные планы. Все. И ножки где-то там. Остальное все оставь. Эта актриса в кадре способна на всем. Вот Лариса из дела было в Пенькове. Общее совершенно недоумение. Как и так девочку из балетной школы взяли в эту почвенную роль работу. И, честно говоря, очень на эту роль метила, так сказать, Синона Бордукова. Дурной, что мой дурной. Делать-то нужно как положено. Ты отца не бойся. А я не боюсь. Жалко его. По-хорошему надо. По-хорошему мне тебя век не дождаться. Недоумение вызвал актерский состав в целом. Режиссер Станислав Ростоцкий шел наперекор всем шаблонам и амплуа. Дружинина в роли председательской дочки. Аристократической внешности Тихонов стал трактористом. Да и Майя Менглетт, которая должна была привлекать главного героя духовностью, ничуть не уступала в соблазнительности своей сопернице. Сейчас как режиссер я не очень понимаю, кто с кем дрался там. Потому что две плоские женщины. В хорошей габаритной форме. И чего ему выбирать? Ну только если блондинку и брюнетку. Но впервые Дружинина увидели за витрины универмага. Еще до этих картин. Тогда 20-летняя Светлана проснулась знаменитой. И скоро поняла. Хочет снимать, а не сниматься. Я никогда не хотела быть артисткой. И это не моя профессия. Да, я могу хорошо сыграть ту или иную роль. Да, я могу показать артистам. Мне просто интересно созидать и делать кино. И даже когда я была в актерской профессии, я придумала, как разнообразить роль. И поэтому, когда в девчатах я рыдаю, в этих самых косюльках, и обязательно, чтобы Марвечка не завязывалась, и чтобы обязательно от Марвечки вот так болтались завязочки. И пришел Челюкин и сказал, что это у тебя такое? Я сказал, сегодня она мокрая курица. Светлана Дружинина – режиссер, который любит снимать время. То, что было в прошлом. Киноучебник по истории тайны дворцовых переворотов. Или полной романтики Гардемарины. Кстати, продолжение эпопеи Светлана Сергеевна уже готовится снимать. Актеры согласны. Нужны деньги. У нас есть люди, которые жертвуют нам какие-то, так сказать, деньги за бонусы, естественно. Быть на премьере, быть на съемках. А иногда мы просто обещаем подарить бонус, обменять какую-нибудь фамильную вещь. Например, треугольку Харатьяна или Батфорта Добогарова. Все картины Дружининой снял ее супруг, кинооператор Анатолий Мукасей. На его счету и классика «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело» и десятки картин. Самый главный человек в кино – это кинооператор. Вы все смотрите кино глазами оператора. Дружинин отшучивается. Конечно, режиссер главнее. Но супругу не нужно перечить. Вы знаете, почему мы долго живем? Да, Господь, проживем еще несколько, так сказать, немало лет. Потому что вот когда он говорит, что самое главное, вы не слышали ни одного моего слова, которое было бы в пику. А вместе они уже почти 60 лет. Визит в Курск стал плодотворным. Встреча со зрителями и с руководством области. В беседе с губернатором Александром Михайловым родилась идея – провести у нас кинофорум. Дружининой Мукасей обещали показать интересные картины и привести известных актеров в глубинку. Осталось обсудить детали. Трудно поверить, что на днях Светлане Дружининой исполнился 81 год. Она великолепно выглядит в жизни и в кадре. Женщина с внешностью актрисы и характером режиссера. К другой теме. Монеты времен Ивана Грозного, следы построек древнерусской эпохи, предметы вооружения – товарные свинцовые пломбы. В 2016-м курские археологи сделали сенсационное открытие. Они подвели итоги раскопок у стен Воскресенского храма и представили курянам экспозицию уникальных находок. Владимир Януков ни один десяток лет неустанно ищет все новые и новые отпечатки прошлого. Он точно знает, что наша история хранится под ногами. Стоит только поднять один пласт земли другой и открывается невероятное. С 2015-го начались масштабные работы у стен старинного Воскресенского храма в самом центре курского детинца. Судьба нас вознаградила действительно очень интересными находками, среди которых и самые ранние на сегодняшний день объекты, известные на территории города. Наконец появились материалы синхронной племенной эпохи. В племенной эпоху в Северянскую есть основания полагать, что здесь располагался крупный племенной центр. Прекрасной сохранности древнерусские материалы. Археологи обнаружили остатки жилой постройки с печью, характерной для второй половины десятого века. Эта находка могла бы поднять вопрос об изменении даты основания Курска, традиционно относимых к 1032 году. А еще множество свинцовых пломб с отпечатанными символами княжеского владычества династии Рюриковичей. Скорее всего, здесь осуществлялись административные процедуры властных органов древнерусского Курска. Все уникальные исторические ценности отмыли от грязи, некоторые отреставрировали и представили на выставке в Курском государственном университете. Насыщенность культурного слоя чрезвычайно велика. Ну, не говоря уже о том, что это речь идет о первокурске. Но ведь здесь были еще интересные открытия второго Курска, который возрождается уже в московскую эпоху. Находки из культурного слоя объектов 16-18 веков. Свинцовые пули, отвертка кресала от ружья западноевропейского образца, большое количество украшений из камней цветного металла, жетон, который использовали при подсчетах крупных сумм денег, нательные крестики, подковы для сапог, гвозди, монетный клад, который обнаружили в гончарном сосуде, Добытые археологами артефакты, немые свидетели. Они смогли дополнить пробелы в истории становлений и развития Курска. А теперь новогодний блок. Волшебство есть, оно происходит на сцене. В курском драматическом этюзе время новогодних чудес. За сказкой в лес зовет театр юного зрителя. А в театре имени Пушкина маленьких курян ждет в гости снежная королева. Отправляемся за сказкой в лес. Зрители в нетерпении. Гадают, о чем будет спектакль. Сначала запутанная история, а в конце добро победит зло. У Деда Мороза украдут подарки. И ему снегурочка будет помогать всякие животные леса. Зверушки, будет снегурочка. И красивая елка. За полвека существования тюза чудеса происходили на этой сцене уже полторы тысячи раз. И это не считая репетиций. А творить хочется снова и снова. Ведь есть ради кого. Вот я сейчас смотрел, как они собирались у нас возле дверей. Все смеются, хохочут. И это прекрасно. В преддверии праздника. Каждый ребенок перед Новым годом ждет чудо. А уж взрослые и подавно. Борьба добра и зла. Добро побеждает. Чудо совершается. А в Курском драматическом в это время зимняя стужа. Ведь мы в царстве снежной королевы. Спектакль для детей. Но есть о чем задуматься и их родителям. Если люди разучились в каждом времени года, в каждом дне видеть счастье, красоту, они достойны того, чтобы их проучить. Традиционно спектаклю будет предшествовать представление у елки. Так что Елена Цымбал предстанет перед зрителями и Гердой, и Снегурочкой. Герда, она тоже в какой-то мере волшебница, но она все-таки такая жизненная девочка. Если Снегурочка больше вымышленный персонаж, то Герда, среди нас много Герд. Работа над новогодним спектаклем – это настоящее погружение в праздничную атмосферу, признаются актеры. А еще возможность попробовать что-то новое. У нас появились куклы в этом спектакле. С ними работать очень интересно. Это вносит какую-то изюминку в действие. За новогодние праздники Герда спасет Кая 40 раз. А это значит, в сказке побывают более 30 тысяч маленьких курян. Курская галерея имени Дейнеки на празднике превратилась в Снежное королевство. Вместо картин, декораций, вместо научных сотрудников – сказочные герои. Да и возраст посетителей значительно помолодел. Для школьников города в галереи проходят новогодние утренники. На одном из них побывала и наша съемочная группа. А землю белым снегом укутала сама. Необыкновенные приключения юных курян в гостях у «Зимушки-зимы». Микс из русских сказок, мультфильмов и песен. Но концепция все та же. Чтобы добро победило ребятам, нужно потрудиться. Кричать погромче, танцевать повеселее или даже выбить снежный страйк. Дед Мороз и Снегурочка, Леший и Вьюга – все сказочные персонажи, сотрудники галереи. Да и само помещение на время превратилось в настоящую русскую избу. Яркие, что скрывать, эстетские декорации художники готовили две недели. Результат потрясающий. Дети, не раз бывавшие здесь на выставках, не всегда понимают, где находятся. Даже то, что они проходят через все залы и потом вновь оказываются на первом этаже, они удивляются и говорят, как же так мы опять попали сюда. То есть они даже не понимают, что это просто галерея, только совершенно в другом виде сейчас представлена перед ними. Почти 150 детей ежедневно приходят сюда на утренники. Но такому напряженному графику галерейсты явно рады. Это здорово. Это, в общем-то, добавляет в нашу жизнь какого-то и оптимизма, и позитива. Мы сами превращаемся в каком-то смысле в детей. Поэтому очень нравится. И с печалью представляем, что когда-нибудь это все закончится. Зато начнется новый рабочий год. В середине января в галерее откроется выставка из собственного собрания. Должна быть выставка из наших фондов. Тема портрет, тема, связанная с изображением лица человека. И она будет очень интересно раскрыта как раз на одном из этажей нашей картинной галереи. А еще привозные вернисажи и много сюрпризов. Все подробности из жизни галереи Дейнеки можно узнать на сайте учреждения и в соцсетях. Канон праздников, время классики, русский камерный оркестр сделал своим зрителям настоящий подарок. Концерт, собравший лучшую новогоднюю и рождественскую музыку русских и европейских композиторов. Не обошлось без сюрпризов. На сцену вышел символ Нового года, чтобы протрубить о своем пришествии. Вальс цветов, красный алмаз в музыкальной сокровищнице Чайковского. Композиция, погружающая слушателей в сказку. Наш ответ многочисленным новогодним гимном Запада. Почему-то традиционно мы любим смотреть венский оркестр перед Новым годом, посмотреть что-то такое, что связано уже с традициями, которые устоялись. Но мы стараемся, чтобы в России тоже были традиции сохранены. Мы возрождаем эти традиции и кое-что получается. И все-таки без венских вальсов на концерте не обошлось. Куряне побывали и на прекрасном голубом Дунае Штрауса, и станцевали венгерский танец Брамса. Быстрее, маэстро, еще быстрее. Петух, год которого наступит совсем скоро, птица голосистая. Музыканты это учли и разделили сцену спернатым. Под плотным слоем поролона солист оркестра Юрий Пастухов говорит, от неаполитанской песни обычно тепло на душе, ну а в этот раз просто жара. Я в ней ничего не вижу, ни дирижера, ни оркестра. Мало того, я в ней еще и плохо слышу. Поэтому, конечно, трудно играть практически вслепую. Все необычно, баланс звука необычный. Но зато, я надеюсь, зрители оценят наши старания. Вивальди, Бизе, Гершвин, Портер – музыка, делающая нас лучше. Русский камерный оркестр играет новогодние концерты уже 15-й год. Сыграет и в следующем. Тем более, что 2017-й, вы слышите, маршем врывается в нашу жизнь. Героиня следующей рубрики – картина из фонда в Курской галерее Дейнеке. Ранее она находилась в собрании семьи Шварц. «Веселое сообщество» или «Веселый завтрак» – это традиционное в европейской живописи название работы, где изображена компания людей за выпивкой и едой. Давайте посмотрим, это правда весьма занятно. Седобородый, но еще крепкий мужчина завтракает. Его трапеза – это хлеб, вареные яйца и пиво в высоком стеклянном стакане. Кроме этого достойного человека в берете с белым пером, мы видим молодую женщину, ласково прильнувшую к пожилому герою, и совсем юную девушку, приложившую палец к губам. Современный зритель далеко не всегда сразу понимает смысл и содержание этой картины. Часто сюжет трактуют как семейную сцену, что совершенно неверно. Изображенное здесь веселое сообщество призвано наставить нас, зрителей, на путь истинный. Эта картина, к сожалению, нам неизвестно имя ее автора, относится к тому жанру нравоучительных картинок, которые были очень популярны в европейском искусстве, начиная уже с завершающего этапа Ренессанса, когда в североевропейской живописи, в немецкой, в голландской, стали появляться вот такие изображения разновозрастных пар, где нам намекали о том, что подобный союз не может быть правильным, и, скорее всего, здесь что-то не так. Что-то не так и в этой картине. С героем все понятно, он ест. Женщина, улыбаясь, обнимает его. Но, посмотрев внимательнее, мы видим, что ее рука опускается в мужской карман. Соучастник этого не самого честного действия – девочка, прислуживающая здесь, в борделе. Она хитро смотрит с полотна и жестом призывает нас, свидетелей кражи, молчать. Здесь, на самом деле, все красноречиво. Жесты, движения, позы персонажей. Здесь красноречив и натюрморт, где есть яйцо, всегдашний, привычный символ совершенства и ясности. Но мы видим, что оно надбито, скорлупа его натреснута. И это даже не столько еда, сколько такой символический намек на утраченное совершенство. Утрачена невинность, ясность понятий. Надо сказать, что этот жанр был очень популярен в голландской живописи 17-го столетия, явно морализаторской. Такие полотна норовоучительно рассказывали зрителям о неприятии продажной любви, о человеческих слабостях, о том, чего следует опасаться добропорядочным буржуа в погоне за молодым телом. Ну и под занавес программы «Немного красоты в ленту». Новый год и Рождество во все времена вдохновляли художников на создание тематических полотен. Самых теплых, искренних и волшебных. Некоторые из картин прямо сейчас на ваших экранах. Наслаждаемся. Новый год и Рождество во все время. Новый год и Рождество во все время. Новый год и Рождество во все время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом наша программа подошла к концу. Всех с Новым годом и до встречи на телеканале СЕИН. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok